Девушки отдыхают Вы смотрите обзор прессы. Здравствуйте! Но остаться в проходных списках нужно обязательно. Поэтому, как бы цинично не звучало, нужно хорошо уметь продать себя. К тому же нельзя забывать, что Дагестан многонациональная республика, а значит нужно сохранить в парламенте национальное представительство. Знают это прекрасные депутаты, поэтому сейчас для них мнение народа как никогда важно. Судя по списку Праймерис, Единой России республиканская власть уже определилась с лидерами. По спискам в обязательном порядке должны пройти депутаты Госдумы Гаджимед Сафаралиев, Магомед Гаджиев и Мурат Гаджиев. А в одномандатных округах ставка делается на Али Шахбанова, Южный одномандатный округ, Умахана Умаханова, Северный одномандатный округ и Мамеда Абасова, Центральный одномандатный округ. Для распределения остается еще два, в лучшем случае три депутатских мандата, которые, возможно, могут занять Заура Скиндеров, Кумык и первый вице-спикер Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий, русский. Предполагает общественно-политический еженедельник Черновик. Собственно, не могу обойти стороной также проект Черновика, стартовавшего в марте Народный праймерист 2016, предлагающий свою альтернативную площадку для избирателей. Онлайн-голосование еще длится и продолжится до 23 мая. На сайте проголосовало уже более 150 тысяч человек. Буквально на днях лидер внутрипартийного списка «Единой России» стал руководитель гильдии строителей СКФО Али Шахбанов, сместив на второе место Магомед Султана Алиева. Так как последний держал довольно долго позиции первого места, мы решили поинтересоваться у Магомеда Султана Алиева, каким методом он прибегает, чтобы завоевать дагестанский электорат. Откуда у вас такое доверие у народа? Это было существующее доверие или вы добились этими встречами с общественностью, какими-то беседами с лидерами общественности и так далее? Я не знаю, откуда доверие у народа, но я протяжении всей своей жизни, сознательной жизни старался быть полезным нашим дагестанцам. Кто со мной соприкасается, кто со мной встречается, я ни одного человека не выполнил на просьбе в моих возможностях, в пределах своих возможностей, в пределах возможностей своих друзей. Я хотя бы стараюсь выслушать человека, вникнуться, проникнуться в той проблеме, с которой пришел человек ко мне. Каждый человек, обращаясь или встречаясь к тому или иному человеку сегодня, а кандидат раньше где-то работал в спортивной жизни, там, там. На протяжении 47 лет это накапливается багаж, это не однодневный багаж этих самых доверий, кредит доверия наших граждан. Чтобы заслужить доверие, надо не один день, не один какой-то год поработать. Ну хорошо, Магамин Султан, вот вы сказали, что вы оказываете поддержку общественности всем людям, которые к вам обращаются, вы помогаете. Можете сказать, привести пример такой весомой, значимой помощи, на ваш взгляд, которую вы оказали человеку, который к вам обратился? Полную версию интервью смотрите на сайте Черновика в субботу. Черновик следит за развитием событий. Продолжают также работать на территории Дагестана силовые структуры СКФО. И вновь под прицел попал бывший мэр Дербента, имам Яралиев. Напомним, его политическая карьера завершилась в январе прошлого года. Тогда еще при его руководстве городом в мэрии были проведены обыски, в результате которых прокуратура выявила факт незаконного перевода земель из федеральной муниципальной собственности на сумму 36 миллионов рублей. На этот раз оперативники ничего противозаконного в домах Яралиева не нашли. Но многие эксперты считают, что проверки, проведенные силовиками в это время, совершенно не случайны. Есть несколько версий. По одной из них Яралиев на этот раз ни в чем не виноват, а претензии у силовых структур вдруг появились к его сыну. Не исключено, что вопросы могут возникнуть к сыну бывшего мэра Азизу Яралиеву, который владеет бойцовским клубом «Чемпион». Он якобы замечен в связях с радикалами. О том, что подозрения в связях с радикалами могут подпортить дальнейшую карьеру имам Яралиева, отмечает и другой источник, близкий к политическим кругам. По его словам, резкую активизацию членов незаконного вооруженного формирования в Южном Дагестане связано с уходом Яралиева со своего поста. Ссылается на источники новое дело. Однако, если верить адвокату Яралиева, то есть намного весомее причина. Известно, что бывший мэр Дербента метят депутаты Госдумы, что, вероятно, не входит в планы руководства Дагестана. Так или иначе, все мы знаем, что неформальные рекомендации по представлению депутатов в Госдуму идут от руководителей субъектов страны. Яралиев, как мы помним, не является желательной фигурой в политическом поле Дагестана. Это полнейшее беззаконие. Если бы Яралиев был действительно виноват, дело давно было бы в суде. А этими обысками и шумихой его просто прессуют перед выборами, чтобы он не выдвигался в депутата. Комментирует ситуацию коммерсанту адвокат Яралиева Хидир Исмаилов. Кенхинская эпопея дошла до своей кульминации. Джаладинов остался без крова, его дом сожжен, а семья изгнана из родного села. Наконец проснулось и правительство Дагестана. По поручению главы в Кенхи была отправлена делегация для исследования сожженного дома. Но по сведениям местных очевидцев, чеченские силовики не пустили дагестанскую делегацию даже в окрестность Пепелища, отправив их ни с чем обратно домой. Когда дагестанская делегация вышла во двор, ее окружили люди. Представители Дагестана спросили, почему люди не зашли в школу. На что им ответили, вы что не видели? Нас не пустили даже во двор. Один из жителей высказался, почему глава Чечни врет? Разве ему не стыдно? Кто сжег дом, все село знает. После делегации из Дагестана попросила показать загоревший дом. Он находился в 700 метрах от школы. Вместе с ними в этом направлении двинулась толпа. Но сотрудники полиции не пустили туда никого. Люди им кричали, давайте поедем наверх, посмотрите, как выглядит центр села. Их и туда не пустили, утверждают жители села. Пишет общественно-политический еженедельник «Свободная республика». В Кенхе я жил очень хорошо. У меня до 2011 года был магазин «Держал овец». После моего обращения к президенту России и последующих за этим событий, моих соседей полицейские предупредили. Если кто будет пасти моих овец, того заберут в отдел. Сейчас все еще за ними присматривает. Я не собираюсь в Европу, но и в Чечню я теперь не знаю, как вернуться. Делал же я это обращение не для себя. Хотел показать, какие у нас в силе проблемы. И что они никак и никем не решаются. Делится с корреспондентом Черновика Джаладинов. Как сообщалось в СМИ, на беду Джаладинову отреагировал вице-премьер Рамазан Джафаров. Но по словам Кенхинса, чиновник не пообещал не то, что жилье выделить. Но даже не смог посодействовать и строить дочь Джаладинову в школу, которая в этом году оканчивает 11 класс. Но ведь это наш соотечественник? Как так? А теперь представьте ситуацию наоборот. Джаладинов был бы чеченцем и жил бы на территории Дагестана. Думаете, Кадыров не помог бы своему земляку? Ситуация с Рамазаном Джаладиновым на нас всех очень давит. Большинство людей почувствовали себя оскорбленными. Это как будто наши собственные дома сожгли. Подобное чувство, кажется, испытали все, включая Рамазана Абдулатипова. После кошмара с перинатальным центром, после интерната забота и элистинского унижения Кенхи стала просто искрой на заправке. Ведь все прекрасно знают, как жестко поступают со своими оппонентами Рамзан Кадыров. Видео чеченского блогера со спущенными штанами впечатлило многих. Безусловно, все понимают, когда Кенхиница попадет в руки к Рамзановским, расправляться с ним будут показательно, с унижениями и оскорблениями. Нам уже хватило Калмыкии. Рассуждает дагестанский журналист на страницах Свободной Республики. На этой неделе также прошла очередная сессия Народного собрания. Но в силу того, что приближается лето, а вместе с тем и каникулы, депутаты провели ее как-то аморфно и практически без громогласных выступлений. Поэтому подробно останавливаться не будем. Давайте лучше перенесемся на одну сессию назад, которая состоялась 26 апреля. Пример правительства Абдулсом Адгамидов просит парламент внести небольшие поправочки в республиканский бюджет. А именно расплатиться с долгами автоколонны 1736, которая несколько лет как погрязла в долгах и объявлена банкротом арбитражным судом Дагестана. Все бы ничего, если бы не один момент, который выявил дагестанский блогер Расул Кадиев. В итоге 16 февраля 2016 года на открытом конкурсе имущество предприятия выкупило фирма, зарегистрированная в Крыму, заплатив более 50 миллионов рублей. То, что торги прошли на законном основании, подтвердило Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану письменно по запросу прокуратуры и адвоката. Итак, с 16 февраля 2016 года имущество автоколонны не принадлежит Республике Дагестан. Тогда почему в апреле председатель правительства Дагестана с высокой трибуны просит депутатов вне очереди срочно дополнить бюджет расходной части для пополнения бюджета автоколонны? Да потому что такая корова нужна самому, иронизируя дагестанские блогеры на просторах портала Кавполит. И это все, о чем мы хотели рассказать вам о минувшей неделе. Читайте газету Черновик, заходите на сайт www.chernovic.net, пишите обращение на электронную почту в помощь.chernovic.ru и будьте всегда в курсе самых последних событий в Дагестане. Ну а с вами была Людмила Магомедова, увидимся ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин